Побывав в этом огромном 14-этажном здании, на проспекте Машерова может показаться, что это банк, либо большая бухгалтерия. Наука, строительство, промышленность, сельское хозяйство. Здесь это сплошные цифры, в которых закодированы жизненно важные данные. Статисты ежедневно обрабатывают огромный поток информации, которой пользуется каждый из нас. Без ее величества статистики люди не знали бы реального состояния дел в государстве и обществе. Для чего мы вообще работаем? Чтобы тоже правительство могло принимать правильные решения. А чтобы принимать правильные решения, нужно знать информацию. Информация – это наше все. Если у вас в руках правильная информация, значит вы всегда сможете что-либо спрогнозировать правильно, запланировать что-то правильно. И в вашей семье, как и в нашей стране, будет доход и прибыльность наших производств. Большая часть коллектива – это 90% женщины. Каждый день сотни бумаг, десятки отчетов и документации. Дело, которым руководит Светлана Сторун, она знает от и до. Говорит, что попала на эту работу случайно, а осталась на 32 года. В отделе демографической статистики и переписи населения работа под ее четким руководством кипит. Сегодня статисты этого отдела готовятся к важному событию – переписи населения, которая состоится в 2019 году. «Специфика в том, что если все предыдущие переписи, переписчики ходили и все это фиксировали данные на бумажном носителе, в этом году будет перепись на планшетах, и в эти планшеты будет по максимуму закачана та информация, которую мы имеем из других источников, с регистра населения, из других административных данных. Немножко проще было. Если раньше у нас карты были, мы клеили их вечерами, извините, то теперь это будет все в электронном виде. Работа, конечно, упростится с одной стороны, а с другой стороны все-таки это по-новому. Это будет, наверное, немножко сложновато, но, наверное, интереснее». А это архив. Картотека предназначена для сбора, учета и хранения различной документации. Сегодня здесь находится около 20 тысяч документов. Самому старому – 72 года. По хранящимся бумагам можно отследить в буквальном смысле все. Статистика охватывает разные стороны жизнедеятельности человека. «Статистика, она существует вообще с момента, можно сказать, существования человека, потому что как только человек начал считать что-то, что ему было интересно, что подлежит счету, это уже можно было, в общем-то, к статистике и применить. Это инструмент сбора информации о том, о всех событиях, которые происходят в обществе, прежде всего в экономике, в демографии, в экологии, ну, во всех сферах жизнедеятельности человека, то бишь государства. И для чего это нужно? Для того, чтобы понимать, что произошло, и на основании того, что произошло, сделать определенные выводы и как развиваться в дальнейшем. То есть вся наша информация, прежде всего, необходима для органов управления, для того, чтобы управлять государством». Труд статистов сегодня значительно облегчает современная техника. В центре обработки данных – гигантские машины. Это место сотрудники статуправления Брещна называют «сердцем информационной системы». А эпицентр системы – стойка серверного оборудования. Огромный агрегат отвечает за все информационное хранилище Брестской области. Это главный аппарат большого здания. «Здесь установлено все серверное оборудование, которое имеется в нашей системе. Вот сюда стекаются все данные со всех районных отделов статистики, и отсюда передаются все данные в наш центральный аппарат Белстад в Минске. Вот здесь именно все вот эти серверы вы сейчас видите». Для получения данных о состоянии общества используется целый комплекс наук. Одна из них – статистика. Как показывает статистика по статистическим данным, если верит статистике? Такие фразы мы слышим ежедневно. Они не теряют свою актуальность. А потому без этой науки представить современную жизнь невозможно.